Я работал с арендерами, но я не знаю, что у вас я где-то работаю еще. А в вашем случае коллапс работал? Да, сработал. Здорово. Реакция была интересная. То есть сначала негативный опыт у нее был где-то там, а потом как-то... Переорганизовалось как-то все, да? Да, как-то сдернулось неестественно. Какое ощущение, что ее организм шоки был. Совершенно верно, происходит в реальном времени коллапс. Раз, в скот, в момент. Еще. Да. Получилось так, что позитивное, негативное. Позитивное совсем эмоции, ну негативное, чуть-чуть только сбавило. Нейтральное стало. Ну, администратор позитивный. Да, я попробовал еще раз. И она стала в конце концов третим. Ну да. Ну, не так сильно. Вот конгруентная ответа, да? Да, в ваших силах. Какой она стала. Она могла чуть-чуть подняться, да, по адреналину, по эмоции. А потом опять заняла позитивную. Свою ли? Нейтральную. Нейтральную. Какой-то она улыбается, если честно, это ближе к позитиву, да? Ну, это нейтрально, глубоко где-то переживается именно так. Я имею в такой момент, когда перевод был с негативной на позитивную мысль, первые секунды было тяжело вспомнить позитивную мысль сразу. Когда только переключаешься… Ты говоришь сейчас, как тот, над кем проделал это, да? Когда вот переключаешься на позитивную, ну, проще становится, легче. И потом, как бы, допустим, ну, убрали уже руки, да, там, как-то проще. И потом, когда позитивно, ну, допустим, обратно же, Петр Агресс, где позитивно было, да, и спрашивают о той ситуации, то уже, как бы, ну, отношения нет такого негативного. То есть есть не сказать, что оно позитивное, но оно выше, чем нейтральное. То есть уже как-то спокойно. Давайте в речи, да, оперировать правильными терминами. Не позитивная мысль, а ресурсное состояние. Ресурс, не ресурс. Договорились? Так будет проще, чтобы мы с вами уже не тратили много слов на… Мы можем говорить позитивное, негативное, это нормально, да? И состояние, а не просто мысль. Вот этим мы с вами отличаемся от тех, кто мы сведущим в НЛП. Это не просто мысль, это состояние. Это оно состоит из множества чего-то. Александр. Ну, мы с Катериной работали. Я негатив воспроизводил свой, общаясь с человеком, который на протяжении многих лет у меня неприятные эмоции, когда я общаюсь с ним по телефону. И когда она прикоснулась к моему правому колену, то я почувствовал моментально прилив ресурсного состояния, такого положительного, которое сразу тепло в колено, и я улыбнулся, мне и стало. И так стало хорошо. А что это я с ним, этим человеком общаюсь в таком нормальном состоянии, а не макирую на нем? Хорошо. В итоге как изменилось это все? В итоге, я думаю, что коллапс есть, произошел. Коллапс есть, произошел, и я бы хотел еще дать одну обратную связь. Те, кто наблюдал, может быть, правим глазом за Александром, скорее всего, Александр разговаривал сейчас с этим человеком. Да? Даже те, кто не наблюдал, услышали. Очень красиво маркировал это в среднем этаже. Это к тому, насколько Александр обращает внимание на аудиальную составляющую. Насколько она там? На 20% ты говорила? Ну, пусть, да. Уже все больше и больше. Да, мы просто сейчас даем обратную связь. Это был коллапс кинестетический, аудиальный, аудиальный каких-то репрезентаций. Еще интересности какие-то, может быть, у кого-то произошли. Катя, что ты сидишь? Такая расстроенная. У тебя коллапс произошел? Да. Да? Тебе сделали коллапс? Сделали. Полный коллапс. Мы сделали друг друга полный коллапс. Хорошо. Есть одна особенность. Вот то состояние, которое вы получили в конце техники, как вы считаете, это уже окончательное состояние? Нет. Правильный ответ – нет. Быстро. Как из пулемета просто. Потому что кинестетика инертна. И вот эти схлопывания еще и еще и еще будут происходить. Вы еще, может быть, будете вспоминать об этой ситуации и замечать, что она переживает с вами все более спокойно, все более ровно. Это нормальная ситуация. Я всегда это объясняю тем, с кем работаю. По истечении какого-то времени состояние еще будет меняться. И вы будете это замечать. Прозвучал вопрос, тихо прозвучал. Шепотом. Практически шепотом. А как вот в случае с Анатолием, да, где мы брали позитивную яхоть на общение с ребенком? Как общение с ребенком не пострадало? Не пострадало? Не пострадало. Давайте у Анатолия спросим. Скажи. Нет. Кто успел повернуться и посмотреть, откалибровать, я думаю, увидел. Или по голосу. Совсем верно. Вот правильный ответ. То есть теоретизирование – прикольная штука. И мы сами любим теоретизировать. Но правильный ответ можно получить только на практике. В этом случае мы точно видели, что да, таки все. Это одна из форм работы с яхарями, которая называется коллапс. И одна из форм коллапса яхарей. После перерыва мы с вами научимся еще одному формату коллапса яхарей, еще более ресурсному, веселому, который понравится наверняка практически большинству. Перерывы. Спасибо. 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 Спасибо.